Добро пожаловать в Shadow Playsk, самый динамично развивающийся город на карте Рунета, двигающий вперед культуру и искусство. Успешные горожане приспевают также в науке и торговле. В многом это связано с мудрой политикой всенародно любимого мэра Грея Семеновича Киселева. Наш город развивается в том направлении... Да, как я уже сказал, в Shadow Playsk процветает частное предпринимательство. Чтобы убедиться в этом, давайте заглянем в самый обычный нарёк. Вот хотя бы в этот. О, здорово, барыга! А ну, здорово, генерал! Да, я вот шёл тут, думаю, да, зайду, то у нас просто участок опять проверка со штаба дивизии. А у нас прям как назло, знаешь, это вот это главный-то прожектор у штаба перегорел? А проверка уже завтра, в 6 утра прям по тревоге поднимут. Где же мы тот проглядый прожектор с доменем? Да уж, беда, генерал. Да вот я думаю, может в тебя есть, барыга? У меня в ларьке всё есть. Вот, держи свой прожектор. Барыга, это шо, шутка? Так-то ж лазерная указка. Ну, правильно, она же в машине. Слышал, генерал, новости. Ей даже самолёты сливят разные негодяи. Чего уж про штаб-то? Ну-то ну, конечно... Не, ну не хочешь не бери, я генералу из штаба дивизии продам. Та шо ты барыга как неродной? Ты ж знаешь, я в качестве товара-то не сомневаюсь. Качество-то хорошее всегда. Да я просто думаю, шо над штабом-то где-то закрепить же её надо будет. Но, генерал, там же брелок есть. Всё предусмотрено. Всё продовано. Та вот точно. Да, это, генерал, называется дизайн. Да, взаимовыгодная торговля – основа прогресса. А теперь заглянем во всемирно известный шадоуплейский музей гаек. Что вы себе позволяете, поручик? Это вы мне? Так я не поручик. А, ну обознался, сударь, извиняйтесь. А можно посмотреть экспозицию гаек? Сегодня санитарный день. Жалко. Да. Увы и ах. Ну что ж, не будем расстраиваться. Ведь здесь с нами известный музейный критик Вазген Львович по прозвищу Нью-Йорк. Вазген Львович, здравствуйте. Не могли бы вы рассказать нашим слушателям об экспозиции? Здравствуйте, конечно, то, что касается экспозиции, то достаточно таки, ну, как сказать, в перспективе, да, то, что как бы в нашем музее, как бы, обязательно, как бы, что в музее происходят такие, знаете, выставки, что-то, что-то выставляются такие вещи. Это, значит, ценно, ценно, как бы, там экспозиции, ты, как бы, смотришь, созерцаешь, прекрасный искусство, понимаешь, смотришь, как бы, видишь, как бы, такие, понимаешь, артефакты, как бы, люди специально, как бы, выставляли, там, пыль смахивали. Ты, как бы, смотришь, как бы, тебя глаза наслаждаются, то, знаешь, как бы, ты кушаешь глазами эти все вещи, больше, в такой атмосфере, понимаешь, и, как бы, такие, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Всегда вот это в искусстве, понимаешь, в искусстве, это как бы современность, и то, что как бы мозг через прошлое, это тебе, как бы коммуникации, коммуникативные, статические, очень важные такие, происходят метаморфозы, какие-то такие, и что ты можешь как бы современность созерцать, прямо, значит, прекрасно, понимаешь, в искусстве. Готов подписаться буквально под каждым словом. Спасибо нашему музейному критику Вазгену Львовичу по прозвищу Нью-Йорк. А мы возвращаемся в ларёк к барыге. Салют, барыга. Ну и тебе поможем. Слушай, я тут ехал вчера в автобусе. А я вот тоже как-то в автобусе ехал, а там пацан чипсы ел. Не надо эту историю повторять. Те, ну я просто, я просто думал, так лучше будет. Так, давайте не будем повторять старые шутки. Да, так вот, ехал я в автобусе, а там люк, был открытый. Дождь пошёл, и у меня волосы намокли. А что, отойти нельзя было? Да я постеснялся как-то. Ты же ездил в наших автобусах, барыга. Там скоро и стоячие места уступать надо будет. Да, вот я уступаю, уступаю, а потом умру на 20 лет раньше. Вы можете уйти? Куда шли? Мы записываем реалити-шоу. Ларьке. Не, ну я просто подумал, так лучше будет. Да, так вот, я хотел у тебя шапку купить, барыга, чтоб голова у меня не намокала и носить не стыдно было в мае. Вот, держи свою шапку. Это самое модное. Ты что, барыга? Это же резиновая шапочка для бассейнов. Кто ж в ней по улицам-то ходит? Нет, смотри, ее в бассейнах носят. Значит, явно уж голова не намокнет. И это модно. Ты ее носишь и как бы говоришь, что ты ходишь в бассейн. Значит, ты спортсмен. Значит, ты крутой. Значит, все бабы твои будут. Вот, блин, а я и не додумался. Спасибо, барыга. Покупаю. Но Шадоу Плейск, как я уже сказал, это город науки. И мы отправляемся в НИИ с Рубиловым. Цель нашего визита в этот дворец науки – беседа с легендарным ученым доктором Срубовым. Здравствуйте, доктор. Не могли бы вы поделиться с нами и с нашими слушателями своими последними открытиями? Какой проблематике посвящены ваши последние теоретические и практические изыскания? С момента создания нашего НИИ наши исследования продвинулись далеко вперед. Если в самом начале мы ограничивались лишь теоретическими изысканиями, то сейчас мы обладаем корпусом, включающим в себя несколько высокотехнологичных лабораторий, ускорителями элементарных частиц, обсерваторией, телескопом и даже экспериментальным ядерным реактором. Срубов! Срубов! Да, а что такое? У меня сканер не сканирует. Иди посмотри, ты же ученый. Ну, в конце концов. Сейчас. Меня менеджер зовет, я на минутку отойду. Сейчас вернусь. Так, а вы крышку открывали? Вот тут надо крышку открыть, да, вот сюда положить листок. Да, вот. Работает? Вот, да, наконец-то. Хоть какая-то польза от вашей науки. А я напомню, мы беседуем с господином Срубовым. Это, напомню, доктор наук, профессор, ученый с мировым именем. Доктор! Да-да? Прошу вас, продолжайте. Расскажите о ваших исследованиях в нашем слушателе. В данный момент наши исследования сосредоточены на изучении свойств звуковых волн и квантовых явлений ими вызванных. В частности, нас интересуют волновые процессоры в различных средах при трансляции песни Shadow Play группы Joy Division через них. Итак, все мы из курса физики знаем, что звук – это волна в воздухе. Также нам известно, что свет – это тоже волна. Электромагнитная волна. Но свет обладает свойствами потока частиц. Что называется корпускулярно-волновым дуализмом? Срубов! Ты на юбилей Натальи Дмитриевны скидывался? Да скидывался я... Я говорю, ты на юбилей-то Натальи Дмитриевны скидывался? О! Телевидение? Радио? Здрасте! Да скидывался я! Можно меня не отвлекать? Я даю интервью! А ну, давай-давай. Мы тут, как говорится, один за всех и все на одного. Я же тут вообще-то не мимо так проходил. Слежу тут за всем. Моими ведь стараниями условия такие. Кресла и стулья. Лампочки вон какие яркие горят. Все я, я. А чтобы вон эти яйцеголовые трудиться могли, самозабвенно и безропотно. Ну, пойду, не буду отвлекать. На чем я остановился? Ах да, я говорил о том, что электромагнитные волны – это и волна, и частица одновременно. Пусть понять этот феномен непросто, но это доказанный факт. Звук, в свою очередь, тоже проявляет корпускулярные свойства. Если частота звука достаточно велика, то эти его свойства становятся более заметными. Аналогом фотона для звука является фанон. Обратив внимание на подобные очевидные аналогии в механике электромагнетизма, я решил, что два волновых явления должны быть как-то связаны. Ведь известно, что любую материальную частицу и предмет можно изобразить в виде волны Дебруэля. А что если рассмотреть не просто звук, а музыку, а вместо электромагнитного излучения за основу взять поток частиц? И мы модулировали поток протонов в нашем ускорителе песней Shadowplay. И, сталкивая два непрерывных потока, смогли открыть новую элементарную частицу. Именно песня Shadowplay, как оказалось, обладает необходимой резонансной частотой, под воздействием которой во флуктациях физического вакуума возникает новая элементарная частица, обладающая колоссальной энергией в 235 ТЭФ. Мы назвали эту частицу квантом срубилого, а поток этих квантов теневым излучением. Срубов! Срубов! Да что такое опять? Я извиняюсь, что отвлекаю. На два слова. Я тут в танки поиграть хотел, а там мне друг пишет, надо хамачи какие-то протянуть. Что вообще такое? Можешь мне тут установить? Я что-то не разберусь никак. И вообще-то, что за сложности начались? Я когда устраивал вам тут, всё было нормально. Но стоило вам тут похозяйничать, как началось, то одно, то другое. Даже в танки поиграть невозможно по-человечески. Неужели сложно сделать, как у людей, а? Я вот домой прихожу, включаю две кнопки, и у меня всё работает. Хочешь танки, хочешь телевизор, 100 каналов. И микроволновка работает, как часы. В ней даже будильник есть. Эх вы, доктора! А это вот наш Wi-Fi? А может вот к этому подключимся? Чей-то? Кейт 95? Ну ты ж хакер. Ну ладно, ладно, не надо. Извиняюсь, надо было помочь с информационной системой, товарища. Да, так вот. Возвращаемся к нашему предмету. Я рассказывал вам, что квант Срубилова по своим свойствам похож на нейтрино. Он также слабо взаимодействует с материей и обладает высокой проникающей способностью. Но всё-таки изучить его параметры нам удалось по четырём спектральным линиям в рентгеновском и гамма-диапазонах. При бомбардировке квантами Срубилова в мишени захлаждённой до трёх градусов Кельвина углеродистой стали. Отличительной чертой потока кванта Срубилова, тенемового излучения, является его стимуляция альфа-ритмов головного мозга. Но так как я в большей части физик, это явление пока комментировать не буду. Скажу лишь, что нужны добровольцы для серии экспериментов. Срубов! Срубов! Да Срубов же! Ты там оглох что ли? Да ну что опять случилось-то? Мне нужно одно научное объяснение. Подойди, пожалуйста. Вот посмотри, у меня тут есть галстук в красно-коричневую такую полоску, а есть в зелёную. Ты можешь мне объяснить с точки зрения науки, как на эти цвета реагирует женский мозг? Как женщины эти цвета воспринимают? Какой мне лучше надеть? Извините, но наш НИИ не занимается подобными вопросами. Это вы лучше модный приговор посмотрите или где там про одежду советуют. Эх, балда! Никакой пользы от вашей науки-то нет. Сидят там со своими счётами, считают там себе всё время на своих счётах. Помешались уже совсем. Человеку нормальный совет посоветовать не могут. А мне ж галстук. У меня же галстук. Что мне теперь совсем без галстука идти? А? Вы думаете, что наука – это что? Цифры до теории? Фигушки. Наука должна людям помогать. Каждый день и в вопросах насущных, а не то, что «как мы будем хорошо жить лет через сто?» А вот ты возьми и сделай хоть что-нибудь полезное, чтобы я смог это вот прямо сейчас применить. Нет? Не можете. А я вот прямо сейчас и сегодня делаю вещи, благодаря которым вы тут сидите в тепле и при свете. А я напомню, что мы беседуем с лауреатом множества научных премий, членом-корреспондентом Почётной Академии Наук в Люксембурге, профессором доктором Струговым. Доктор, расскажите, пожалуйста, о перспективах ваших исследований. В перспективе наши дальнейшие изыскания будут направлены на изучение связи между теневым излучением и невидимой материи во Вселенной, а также ускоренное расширение воздействия тёмной энергии, между которыми, как мне кажется, есть связь. Послушайте, товарищ репортер, не пора ли вам заканчивать, а? Пока вы тут болтаете, все полимеры поплавятся, да протоны с нейтронами улетучатся. Или мне за вас вашу работу делать, да, доктор? Сидят тут с вами днями любезничают, ну ты посмотри. А я весь день в мыле бегаю, танки установи, хамачи-мачи протяни и чёрт его ещё что знает сделай. Я вам не дартамьян. И вообще, может, мне тоже есть о чём репортерам рассказать? Стихи, например, или басню какую. А потом начинают жаловаться, что им бюджета не хватает, времени, разруха в ней. Да не было бы никакой разрухи, если б каждый своим делом занялся. Баба Люся чисткой сортиров, репортер их загрязнением, а вы, доктор, полезным чем-нибудь. А я? О, танки загрызились. Дорогие слушатели, мы были в НИИ Срубилова, храме науки, где трудится легендарный учёный доктор Срубов. Так, ладно, поехали, следующий сюжет записываю. Дорогие слушатели, мы находимся в гостях у сказки. Да, именно в гостях у сказки. Потому что нас пригласил к себе знаменитый писатель Кирилл Васильевич Сказка. Это, как я уже сказал, известный писатель, автор нашумевшей книги «И так вы приобрели Тетрис». Кирилл Васильевич, расскажите о вашей книге. Да, да, спасибо. Моя книга, моя книга действительно называется «И так вы приобрели Тетрис». И представляет собой такой подробный мануал, инструкцию, если хотите, если хотите справочник, если хотите даже некий такой компендиум. Словом, это книга о том, как пользоваться Тетрисом. А ваша книга, она действительно формата А4 и объемом 800 страниц? 880, если быть точным. А сколько ваша книга стоит в магазине? Она продается по совершенно символической цене в 1200 рублей. Погодите, Кирилл Андреевич. Васильевич. Извиняюсь, Кирилл Васильевич, но в Тетрис, во-первых, уже никто не играет. А во-вторых, он стоит в любом ларьке в раз в 10 дешевле. Зачем же покупать за 1200 инструкцию к тому, что, во-первых, стоит 120? А во-вторых, что, в принципе, инструкция не требует. Но зачем нужен мануал по Тетрису, да еще на 800 страниц? Ммм, знаете ли, это только на первый взгляд Тетрис простая, доступная любому уму игра. Хотя я бы не стал называть Тетрис игрой. Это образ жизни, это, ммм, знаете ли, своего рода и религия. Религия, которая окутывает твое сердце и твой разум. Которая сливается с тобой, открывая глаза на истинную сущность мира. Боже, это не просто инструкция. И я, я, я плюну в лицо всякому, кто назовет это просто инструкцией. Этот трактат, являющийся по совместительству главным трудом моей жизни, научит вас увидеть через призму Тетриса абсолютную реальность. А на какие конкретные проблемы рассчитана ваша инструкция? Я что, не разберусь, какие батарейки в Тетрис надо ставить? Или как в него играть? Не сооружусь, что ли? Ммм, я весь вас предупреждал, знаете ли, предупреждал. Акфу! Акфу! Акфу на вас! Ну да ладно. На какие проблемы рассчитана? Ну, хотя бы на ту проблему, что наблюдается на данный момент у вас. На ту проблему, которая стала непоколебимой стеной проигрыша на первой... Ладно, ладно, на второй скорости между всеми простыми тетрообывателями и абсолютной истинной пустотой на девятой. А если вот сломался Тетрис, я смогу найти в вашей книге советы о том, как его починить? Понимаете ли, Тетрис не ломается. Он может быть осквернен. Энергия Тетрамина, она, понимаете ли, абсолютно чиста. Тетрообыватель является сильным проводником разрушительной энергии, рождающейся в результате игры на приставках или компьютерах. Купив за какие-то тысячи двести рублей мой труд... Итак, вы приобрели Тетрис. Ваш Тетрис, знаете ли, обретет абсолютное бессмертие. Ну, а вы... Вы перестанете быть обыкновенным тетрообывателем. И постепенно, шаг за шагом, знаете ли, достигнете просветления абсолютной пустоты девятой скорости. Что ж, дорогие слушатели, вы могли еще раз убедиться, насколько в нашем городе все хорошо, что у людей столько времени, чтобы заниматься таким творчеством. Мы были в гостях у сказки Кирилла Аркадьевича. Ну, Васильевич же. Васильевича. У сказки Кирилла Васильевича, который написал инструкцию к Тетрису на 800 страниц. На 880? Как скажете. Спасибо, снято. Ну что, сейчас перерыв, а потом последнее мероприятие. Да с ним, да? Ну, уходите. Уходите, уходите, уходите. Так, так и проживете всю жизнь в слепоте. И не станете такими, как я. Не узрейте. Не узрейте вы истинной картины мира. Ведь вся наша жизнь это Тетрис. А каждый день и каждый наш поступок это фигурки Тетрамина. С каждым десятилетием фигурки все ускоряются. А вы, все вы, так и гибнете. Даже до шестоя не добравшись. Ну, дело идет к вечеру. И мы с вами отправляемся на юмористический концерт ДК Срубильщиков. Где сегодня выступают звезды отечественного юмора Виктор Клюшкин и Семен Шифтов. Добрый вечер. Здравствуйте, Виктор. Сыграем в пинг-понг партиечку. Не откажусь. Как поживаете-то хоть? Не жалуюсь. А вы? Да вот, помаленечку. А я вот машину купил. Да ладно. Какую? Тойота. Поздравляю. Спасибо, Виктор. А я собаку завел. Рад за вас очень. Ну и какой породы? И начнется. Эй, ну когда концерт начнется? За что я полторы тысячи заплатила? Эх, не поняли люди наш перформанс. Да, они любят нынче современное искусство. Что ж, вот мы и посмотрели наш славный город. Приезжайте к нам этим летом. Увидимся в Шадоу Плейске, друзья. До свидания. Продолжение следует...